Долгая дорога домой наконец завершилась. Марию Бравкову встретили в родном городе, как и полагается, со всеми почестями. Из китайского Ханчжоу, где проходила Азиада, девушка вернулась с медалями. Копилки спортсменки нет разве что золота. Шутера игр встретили родные, коллеги по спортивному цеху и наша съемочная группа. Почти 6000 километров расстояние между Уральском и столицей Азиатских игр этого года, города Ханчжоу. Это еще одна дистанция, которую Мария успешно преодолела. В память ее заплыва, где ей совсем немного не хватило до заветного золота, как итог в копилке уральской спортсменки серебро и бронза. К слову, везде на шаг впереди гребца нашего региона оказывались китайские спортсмены, у которых на состязаниях было весомое преимущество – родные стены. Для Марии полет в Поднебесную был дебютным, и вот что ее поразило. В Китае очень пунктуальные люди живут, потому что часто удивлялись, что вот в какое время, допустим, скажут выходить на старт, ну допустим, или ехать в автобус. Вот точно в одну минуту, допустим, ехать. Очень серьезно такие актуальные люди. Сейчас отпуск, отдыхаю, а потом в следующем году, в апреле, будет чемпионат Азии лицензионной, где можно лицензию взять на Олимпиаду. Буду готовиться, чтобы взять ее. Этот год для Марии Бравковой стал по-настоящему триумфальным. Золото чемпионата мира среди юниоров. На аналогичном состязании среди взрослых наша спортсменка тоже о себе заявила. Это было четвертое место. Теперь и призы Азиады. Это серьезные достижения не только персонально Марии, но и ее тренеров, да и всей школы гребли при Урале. Хотелось бы пожелать Марии, чтобы она завоевала лицензию на Олимпийские игры. И нашим тренерам, чтобы таких машин у нас было как можно больше. Напомним, что на прошедшей Азиаде серебро Марии Бравковой в паре с Руфиной и Скаковой завоевала в Каной двойки. А затем она стала третьей в финале по гребле на Каной на дистанции 200 метров в китайском Ханчжоу. Алексей Кочумасов, Рустим Ищанов, Клубик Акраб, Акжаик Акпарат.